Всем привет и слава Украине! Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас на связи хорошо вам знакомый, эксперт в области энергетики, директор Института исследования нефти Ильхам Шабан. Приветствую, Ильхам. Очень рад видеть. Добрый-добрый день. Приветствую вас. Ильхам, итак, только хорошие новости. Газовый контракт. Газовый контракт Азербайджана с Европейским Союзом. В двух словах, что такое газовый контракт, потому что о нем все говорят, но я подозреваю, что мало кто о нем знает. Нет. То, что 18-го числа в Баку был подписан, и причем это не контракт, а между Европейской комиссией и Азербайджанской республикой, меморандум о газовом сотрудничестве. И я скажу нашим слушателям или зрителям, что это уже третий вот такой документ, который подписан за последние более чем 15 лет между официальным Баку и Брюсселем. Первый раз это случилось в 2006 году, когда Азербайджан уже готовился к добыче гигантского коспийского газового месторождения Шахтянис. Второй раз это случилось в 2011 году, когда Европейский Союз именно подписал с Азербайджаном меморандум, взял на себя обязательство, что добытый газ с месторождения Шахтянис второй стадии, вернее это большой азербайджанский газ, объемы будут поступать на европейские рынки. То есть гарантирован. Правда, инфраструктуру Азербайджан сам выбрал с Турцией. И третий, это в 2022 году, где Европейский Союз обязуется на что? Первый, это содействует увеличению мощностей, пропускной мощностей южного газового коридора, в том числе европейские части трансадерийского трубопровода, чтобы дополнительные объемы азербайджанского газа могли бы поступить на рынки Европейского Союза. Берет обязательство на то, что минимум 20 миллиардов кубометров природного газа, трубного газа импортировать из Азербайджана. Другой детал заключается в том, что в 2023 году эти объемы будут увеличены до 12 миллиардов кубометров. В прошлом году это 8,1 миллиардов кубометров. В текущем году будет в районе 10,5 миллиардов кубометров. И в 2027 году удваивается по отношению к показателю 2021 года, то есть 16 миллиардов кубометров. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, на брифинге вчера охарактеризовав вот этот подписанный документ, сказал, что это дорожная карта по энергетическому сотрудничеству между Азербайджаном и Европейской комиссией. И только по газу, по различным видам энергетического сотрудничества, в том числе зеленой энергетики, а также электроэнергетики. Я думаю, он уже до этого анонсировал, 15 июля, подведя членам своего кабинета итоги первого полугода текущего года, где анонсировал о том, что и дал поручение правительству Азербайджану о том, что в ближайшие годы развивать именно экспорт электроэнергии и рассматривать различные маршруты и возможности доставить азербайджанскую электроэнергию в европейский континент. И самое интересное, Ильха Малиев подчеркнул, что у нас традиционный экспорт электроэнергии, который в прошлом году составил 1,6 миллиардов киловатт в час, проходит через Азербайджан, Грузия, Турция. Новый маршрут будет через Зангезурский коридор, Азербайджан, Армения, Нахчеванская автономная республика, Турция и далее. Однако, он добавил, что есть еще более привлекательный маршрут. Это совершенно новые технологии и новый подход, должен быть, это Азербайджан, Грузия, по дну Черного моря и Румыния. Мы можем большие объемы, до 5 миллиардов киловатт в час электроэнергии экспортировать в Европу. И на фоне того, что у нас объемы электроэнергии увеличивается, и с другой стороны, фактически, я думаю, зачем президент Азербайджан именно становится на этом энергетическом составляющем, то есть экспортировать в Европу электроэнергию. И в подписанном документе 18 июля, там особо подчеркивается приверженность как Европы, так и Азербайджана к Парижским соглашениям о климатических изменениях 2015 года, которые парламент Азербайджана ратифицировал и взял на себя обязательства о том, что углекислые выбросы постепенно увеличат на 30%. И с другой стороны, Европейский Союз свою экономическую зону объявил, что к 2050 году это будет уровень зеро выбросов, нулевые выбросы. И в этом смысле на будущее, да, рассматриваются различные, то есть это водородное, перевести природный газ на водород, транспортировка, зеленый водород и того другого. Но самый лучший вариант, можно сказать, такого рода, что, а зачем природный газ экспортировать, если этот можно, продукт природного газа уже в зеленом виде можно поставлять, и это действительно будет более надежная транспортировка, более удобная по сравнению газотранспортировки, дешевая и безопасная, самое главное. И потребителю уже не надо у себя генерировать природный газ на электричество. Опять же, эту свою экологию поставят под угрозу то, что они взяли на себя обязательства, да, вот это в 2015 году взяли. Поэтому между Азербайджаном и Европейской комиссией, подписанный вот этот третий раз именно в области энергетики документ, я думаю, это имеет очень важную составляющую и, можно сказать, экономическое сотрудничество Европейского Союза на Южный Кавказ, в частности на Азербайджан и Грузии, который изменит вокруг то, что вот это нарастающие объемы товарооборота и влияние, или вливание в экономике этих стран капитала, потому что данный документ предусматривает в целом инвестирование Европейского Союза только в экономике Азербайджана 2 миллиарда евро инвестиций. И, естественно, я думаю, на ближайшие пять лет, если удастся реализовать данный проект, это очень-очень положительно повлияет как на экономику, как на взаимоотношения между Южным Кавказом и Европейским Союзом. И вообще, можно сказать, что в свое время, когда в Баку-Тибилисе Джейхан в 1999 году было принято решение о выборе маршрута и подписании первого соглашения о строительстве основного экспортного нефтепровода азербайджана по западному маршруту, как это изменил весь, можно сказать, спектр экономик Азербайджана в Грузии и тесные связи наших экономик с западным капиталом, я думаю, через 20 лет открывается вот типичный новый горизонт между Европой и Азербайджаном и Грузией. Вы знаете, вот то, о чем вы сейчас рассказали, это трудно переоценить. На самом-то деле я читаю телеграм-каналы, я читаю сайты российские, в том числе, по нефти, по энергетике, потому что надо быть готовым для того, чтобы говорить с профессионалом хоть как-то. И там у них постоянное, постоянное вот это оттаптывание, а, ну что, провалилась у вас ваша зеленая энергетика? Все, все, теперь уже вы, ну там Шольц сказал, что нужно открывать новые, те электростанции, которые раньше были закрыты. Даже сейчас думают о отмене АЭС. И энергии ведь много не бывает, и действительно, если будет, вот этот кабель должен быть обязательно по дну Черного моря, это будет революционное абсолютно решение. Конечно, я подскажу, в Европе, то есть этот, можно сказать, вот континентальной Европой, да, через Балтику, вот такие проекты уже есть, где много энергии, например, в Норвегии, в островах Дании, и оттуда поставляется по дну Балтии в Европе по высоковольтным линиям электропередач. Или же этот, вокруг, допустим, британском офшоре строится много ветровых морских электростанций, и они гигаваттами отправляют электроэнергию потребителям на сушь. И то, что если к этому времени, вот по дну Черного моря, вот такое это, будет создано новейшие, по новейшим технологиям передача энергии с Кавказа в Европу, и, причем, это, когда думали, когда говорили, что, вот как вы правильно заметили, вот уже европейский этот зеленый этот мир провалился или что, именно противостояние, и причем очень крупное противостояние Запада с Россией, которой Россия очень богат традиционной энергией, и всегда именно хотел торговать этой энергией на своих условиях. Это привело или приведет к тому, что новейшие технологии, если даже, допустим, на 100%, но существенно изменить в ближайшем будущем энергетическую карту Европы. Вы знаете, вот просто пришло в голову, есть две страны, которые, в общем-то, конечно, по масштабам несопоставимы, я даже не сравниваю, есть Россия и есть Азербайджан, которые торгуют энергоресурсами, как и многие страны в мире. Для России, это, что сказала Урсула фон дер Лейен, это очень важно, надежный партнер. Для Азербайджана энергетика сама по себе не будет никогда оружием давления на Европу и так далее. То есть Азербайджан не будет строить энергетическую империю, Азербайджан будет просто продавать энергию и получать за это деньги и развивать свою страну. За благо. Да, то есть это будет win-win, и это будет, это очень важный момент, который, и вот все разговоры о том, что вот закончится нефть, закончится газ, газ, это, все. Электроэнергия всегда будет нужна. Ну, конечно. По крайней мере, ну, я, конечно, хочу, чтобы мы жили как можно дольше, но на наш век, на наш век, это точно хватит. Это сто процентов. Я хотел бы привести несколько статистических данных, чтобы убедить, кто нас слушает, смотрит, насколько Азербайджан способен, то, что подписанное 18 июля в документе, удовлетворит вот этот спрос, европейский спрос. Опять же, я смотрю, очень много вот таких, особенно в социальных сетях, а то, что 20 миллиардов, что это такое, допустим, если даже это будет, Европа потребляет 550 миллиардов, это потом 600 миллиардов будет, это какие-то мелочи, но эти люди забывают, что Азербайджан на себе не взял обязательства по обеспечению природным газом весь европейский континент. Это просто смешно. И, допустим, если корейская компания, автокомпания в американском рынке имеет 5%, это гигантский успех. Но никто им не говорит, что это как-то, а вы посмотрите, в Америке вот сколько этот автомобиль продается. Это то же самое, вот аналогичный этот похож, потому что Азербайджан, вы посмотрите, 27 апреля текущего года Россия потеряла своего давнего импортера в Восточной Европе, Болгарии, которая 1986 года на 100% была зависима от российского газа. Они в текущем году 600 миллионов кубометров азербайджанский газ будет импортировать. Слава Богу, смогли уже интерконнектором Греция-Болгария уже запустить и получать объемы азербайджанского газа. В следующем году это будет более миллиарда кубометров. Однако уже расширяемые части Болгария хочет на 100% вот этот объем заместить за счет азербайджанского газа. Или возьмем те же политические, можно сказать, друга России в Балканах, Сербии. Сербии желают минимум миллиард кубометров именно через Болгарии импортировать азербайджанский газ. Греция сейчас уже на 27% диверсифицировала свой рынок за счет азербайджанского газа. И самое удивительное в этом году, когда Евровижен 2022 год был, и Греция, и даже греческий Кипр, азербайджану впервые 12 баллов. И этот мы видим теплоту в взаимоотношениях именно природного газа и стабильного поставщика. Можно сказать, что, как вы правильно заметили, такого поставщика, который не преследует политические цели. И, например, в текущем году, в прошлом году, 8,1 миллиарда кубометров Азербайджан поставил в Европу природного газа. По итогам первого полугодия это уже 5,4 миллиарда кубометров достигли. Более чем на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы поставок в Европу увеличились. И за первые полугодия с Шахтаниза объемы поставок уже впервые перевалили 10 миллиардов кубометров. Вот в текущем году, если мы посмотрим прогнозы, Грузия впервые с транзита получит более чем миллиард кубометров природного газа. В прошлом году эти объемы были 820 миллиард кубометров. То есть в тесном сотрудничестве, во взаимодействии по поставкам азербайджанских энергоресурсов на региональные и мировые рынки, как азербайджанский президент говорил, что когда закладывал фундамент нужного газового коридора, мы изменим карту, экономическую карту вокруг этого турбопровода. Я думаю, это показатель того, что сегодня мы действительно сталкиваемся. Ну действительно, экономическая и мало того, что экономическая, политическая карта тоже меняется вокруг этого всего. И это правильно. Но вы знаете, что в свое время русские решили, что раз они поставляют газ, значит Европа от них зависит, они могут диктовать условия. Оказалось, что не так. Оказалось, что покупатель тоже имеет значение. И когда они начали безобразничать, мы получили, даже получили. Но тем не менее, мы же живем не через два года, мы живем здесь и сейчас. И сейчас, скажем так, что, несмотря на то, что да, мы говорим о том, что русские просчитались с тем, что Европа раззависима, значит можно ей диктовать условия. Тем не менее, сейчас ситуация достаточно сложная. В двух словах, что сейчас, что вот сегодня. Потому что, ну да, я слышал, видишь, там сообщение, Алжир продаст, подаст дополнительный газ, там Азербайджан уже подает, там еще кто-то, там ЛНЖ и так далее. Но русские продолжают писать, Европа замерзнет, Европа выписали у себя, что аномальная температура тоже на этом сыграла. В общем, сейчас, как сейчас выходит и справляется с этой ситуацией? Потому что понятно, что мы с вами очень оптимистично это правильно говорили о будущем. Но вот сегодняшний... Конечно, это первое время трудно будет. Но даже этот на текущий год еще прогнозируют обширновую рецессию. То есть этот спад мировой экономики. И с другой стороны, если посмотреть, да, мы же говорили, этот российский газ впервые в 68-м году пошел, причем это в очень малых объемах, 700 миллионов кубометров, это в Австрию. Потом этот миллиард кубометров в Федеративной Республике Германию. И более 50 лет уже налаженный вот такой энергетический контакт. С начала 60-х годов, уже 60 лет, это нефть, нефтепродукты, все вот это. Нельзя же это все в одну часть, можно сказать, что вот так рубит. Это типа Россия все свернет на восток, Европа все получит с других рынков. Да, для этого необходимо будет несколько лет, но с другой стороны, мы же видим, что американские поставки СПГ уже превысили в объемах российские поставки газа в Европу. Это тоже факт. То есть этот мир, экономическое взаимодействие, экономическое сотрудничество, то, что в прежних картинках было, уже того не будет. Уже рисуют новые совершенно другие картинки. И, конечно, чтобы этот окончательный результат получился, художники должны дорисовать. Понятно. Ну, то есть Европа не замерзнет, Европа не умрет от жары. Европа справиться с этим кризисом сможет? Нет, я думаю, да. Даже в самых холодных, суровых временах. В последний раз это 16 век был, да, это конец 16 века. Очень низкая температура в Европе. В результате привело к тому, что именно большая часть населения эмигрировала из Германии в Америку. То есть они не из хорошей жизни эмигрировали туда. Но сейчас, спустя почти 500 лет, такого не будет, чтобы они эмигрировали в Африку. Понятно. И смотрите, и еще один момент, на котором вы заострите внимание. Вот вы сказали по поводу того, что вот это дает варианты хорошие для вообще в целом региона Южного Кавказа. Я скажу так, что по электроэнергетике у нас очень большой потенциал вообще у региона. Это и гидроресурсы в Грузии, и гидроресурсы есть и в Армении, и атомная АЭС в Армении. То есть представить, ну, на моих глазах буквально было сорвано два крупных проекта. Причем сорвала российская агентура в Грузии. Это строительство Худонегэс и строительство Намахванигэс, когда турки собирались строить там и все. Да, я и помню. Насколько сейчас существует, вот, я понимаю, что это больше политический вопрос, но насколько сейчас существуют риски, политические риски вот этим всем проектом. Потому что я видел вот эти все движения дипломатов, глав спецслужбы и так далее, на Кавказ и так далее. И это было все, мы это называем газовым соглашением, но это не газовое, это энергетическое соглашение. И это энергетическое соглашение, которое, в общем-то, имеет региональное и далеко выходящее значение. Вот, по вашим ощущениям, насколько эти риски велики сейчас? Конечно, здесь играет очень важную роль именно политическая воля. В свое время не было бы политической воли у Ильхама Алиева и Эрдуана в 2012 году. Не было бы проекта ТАНАП и проекта Южного газового коридора. То есть, и с другой стороны, это было сделано так, не Иран, то есть, вторая газовая страна в мире по запасам. Не Россия этому проекту, то есть, палки в колеса не поставили. Вот так, да? И здесь то, что Азербайджан всегда констатирует о том, что у нас чистый экономический интерес, больше ничего. То есть, мы хотим энергетическое сотрудничество в рамках региона и больших рынков. Это не направлено на интересы третьих стран, это направлено на благополучие всех, кто заинтересован в этом. И это действительно, если посмотреть на общемировую, военно-политическую даже состояние, турбулентность, которая переживает мир. Конечно, из стран, которые соседствуют с нами, им, я думаю, не нужно, чтобы больше было турбулентности, стабильность приносит в любом случае пользу. Я опять же добавлю, вот по итогам первого полугода Ильха Малиев сообщил, что по маршруту запад-север, то есть, Турция, Грузия, Азербайджан, Россия, перевозки увеличились на 300%. Да, это логистика, да. Пульс, а восток-запад, это на 3 увеличилось. И в этом смысле, конечно, те страны, которые окружают нас, они видят в этом плоды. Если они будут действительно этот нагнетат, они не получат и того. Тоже верно. И последний вопрос у меня, знаете, какой, он немножко офф-топ, но как бы он тоже связан с энергетикой. Многие наши зрители, ну я бы сказал так, даже упрекают Украину в том, что, мол, смотрите, идет война, они требуют от всех санкций, а сами прокачивают газ, российский газ в Европу. Что бы вы сказали этим людям? Нет, в этом случае, да, в мире это редкость, когда идут боевые действия, военные действия, и в каком-то сегменте остается поле для сотрудничества. А с другой стороны, это до начала боевых действий официальный Киев, что требовал? Требовал о том, что Северный поток-2, то есть сначала строительство, потом эксплуатация была приостановлена. И в результате фактически это Европа, то есть принял к сведению, и до сих пор Северный поток-2 стоит и когда-либо заработает, это под большим вопросом. А то, что по территории Украины ежесуточно 40-45 миллион кубометров газа перекачивается, а в свое время это был объем 170 миллионов кубометров в суд, Европа же в Украине помогает, то есть по всем направлениям. И Украина отдает себе отчет о том, что я, это временные меры, то что помогают, чтобы они смогли это ЧП как можно предотвратить, более бесполезно. Да, я просто хотел, я просто хотел это услышать, вы услышали от профессионала, понятно, что Украина сегодня не может отказать Европе в транзите газа, когда и так Европа в результате своей поддержки Украины оказалась в общем-то... Конечно, если континент 155-160 миллиардов кубометров от одного поставщика была зависима, чтобы взять, вырубить в одночасье и потом сказать, что вот все хорошо, это конечно же, это нелогично. И в общем-то то же самое касается нефти, да? Да, да, да. Ну что ж, огромное вам спасибо за очень-очень интересную беседу, и вы знаете, я получил громадный заряд оптимизма, потому что вот эта схема, вот самое главное для зрителей скажу, схема, когда вырабатывается электроэнергия и поставляется уже не нефть, газ, а поставляется уже энергия в чистом виде... Да, энергия в чистом виде это очень важная схема, и тут, чтобы наши зрители понимали, мало энергии не бывает, и не бывает мало маршрутов. Нет такого, чтобы вот отсюда пойдет, отсюда должно идти отовсюду. Важно, чтобы в регионе был мир, чтобы было заключено мирное соглашение, и чтобы... Ну мы просто начали отвечать требованиям современного мира. А то мы и так уже отстали, надо догонять. Огромное вам спасибо, большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч!